Доброго времени суток! Рассматриваем следующее задание. В правильной шестиугольной пирамиде S, A, B, C, D, E, F боковое ребро S, A равно 14, сторона A, B равна 8, M в середине стороны A, B плоскость α проходит через точки M и D перпендикулярно плоскости A, B, C. Прямая S, C пересекает плоскость α в точке K. Пункт A. Доказать, что M, K равно K, D. Пункт B. Найти объем пирамиды M, C, D, K. Начнем с чертежа пирамиды. S, O. Высота A, B, C, D, E, F. Основание M. Середина AB. Плоскость α проходит через точки M и D перпендикулярно плоскости ABC. Пусть точка G. Это точка пересечения диагонали основания FC и отрезка M. D. Проведем перпендикуляр через точку G к плоскости ABC. Этот перпендикуляр пересечет прямую SC в некоторой точке. Очевидно, это и будет точка K, точка пересечения плоскости α с прямой SC. В самом деле получается, что KG прямая перпендикулярна основанию ABC, плоскости основания ABC. А плоскость M, K, D проходит через эту прямую KG. А если плоскость проходит через прямую перпендикулярную плоскость второй плоскости, то эти две плоскости взаимно перпендикулярны. нужно доказать, что M, K равно K, D. Для этого докажем, что отрезки M, G и G, D равны. Тогда получится, что прямая G, K это серединный перпендикуляр к отрезку M, D. И тогда получится, что M, K равно K, D. Рассмотрим только часть шестиугольника, а именно трапецию ABC, D. Точка M середина AB. Очевидно, прямые AB и OC параллельны. O середина AD. Тогда по теореме, обратной теореме Фолеса, G это середина отрезка MD. И одновременно получается, что отрезок OG это средняя линия треугольника AMD. Тогда отрезок OG равен половине AM, AM равно половине AB и, соответственно, половине OC. Тогда получается OG это 1 четвертая отрезка OC. или CG так относятся к G, O как 3 к 1. Далее по пункту B. Да, и что получается? G середина MD, GK перпендикулярно MD, следовательно, МК равно KD, пункт А доказан. А теперь приступаем к пункту B. Здесь я покажу некоторые промежуточные результаты, которые вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть. Итак, объем пирамиды KMCD равен 1 трети, умноженной на площадь основания, на площадь треугольника МCD и на высоту KG. Начнем с площади треугольника МCD. У меня вначале была такая идея. Провести прямую MP параллельно CD, тогда точка P получается середина AO, и вместо треугольника МCD рассмотреть треугольник CPD. Очевидно, эти треугольники имеют одинаковые площади, но площадь треугольника CPD найти, очевидно, проще, чем площадь непосредственно треугольника CMD. Затем возникла такая идея. Мы ведь в процессе доказательства выяснили, что CG так относится к G, О как 3 к 1, и, следовательно, если будем знать площадь треугольника ОCD, то площадь треугольника CGD это 3 четверти площади треугольника COD. Теперь я просто показываю промежуточные результаты, которые у меня получились. Площадь треугольника ОCD 16 корней из 3, следовательно, площадь треугольника CGD 12 корней из 3, следовательно, площадь треугольника СМД 24 корня из 3 поскольку медиана СЖ делит треугольник СМД на 2 равновеликих треугольника далее вычисляем высоту пирамиды СО используя теорему Пифагора у меня получилось 2 корня из 33 далее рассматривая подобные треугольники КЖС и СОС находим соответственно длину КЖ пирамиды МЦДК очевидно это будет высота этой пирамиды далее подставляем формулу объем пирамиды 1 третья площадь и основание на высоту у меня получилось 36 корней из 11 надеюсь этот видео урок кому-то из вас окажется полезным я прошу прощения за какие-нибудь оговорки опечатки досадные неточности все это уточняется отшлифовывается на наших с вами очных или онлайн занятиях удачной вам подготовки к любым экзаменам олимпиадам не только по математике по математике всегда рад вам помочь с вами был частный преподаватель из Новокубанска Шаховцов Виктор Анатольевич будьте счастливы увидим